День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, многие спешат на работу. И, кстати, те, кто, может быть, опаздывает, иногда раньше брали такси, чтобы домчаться до рабочего места без опоздания. Такси довольно, ну, уже давно воспринималось как, ну, такой доступный транспорт. Да, хорошая альтернатива и общественному транспорту, и собственным ногам, да и, прямо скажем, порой выходило дешевле, чем содержать автомобили, особенно в центре города, учитывая стоимость парковок, бензина и вот этого всего. Особенно, если нужно куда-то добраться не так часто, но вот действительно возникают такие ситуации. И вот буквально на днях мы, наверное, я думаю, многие из нас столкнулись с тем, что, заказывая такси, заметно как-то вдруг подскочила цена. Ну, в несколько раз, скажем, лично я оказался в ситуации субботним вечером. То расстояние, которое раньше я мог проехать примерно, ну, до трех евро точно. А меня предупредили заранее смс-кой, что стоимость поездки будет свыше девяти евро, то есть три цены. Шеф-тресчетчика. Ну, это реально, конечно. Ни в какие ворота, ни в какие ворота. Что послужило причиной такого резкого подорожания, потому что действительно ведь такси в какой-то момент боялись пользоваться, когда началась пандемия, там люди были очень опасны. С другой стороны, такси были оборудованы достаточно безопасными этими щитками, и пассажиры сидели на заднем сидении. То есть, вроде бы, они наоборот вдруг в какой-то момент, мне показалось, по сравнению с общественным транспортом, это более гораздо безопасный способ передвижения. До сих пор есть эти экраны, до сих пор водители соблюдают масочный режим, но, тем не менее, о том, что происходит, о причинах и следствиях. Мы хотим поговорить с владельцем фирмы Smile Taxi, Алексеем Игнатьевым. Алексей с нами на связи. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в чем причина такого резкого подражания услуг таксомоторных фирм? Ну, во-первых, я должен поддержать, что такси является самым безопасным транспортом во время пандемии, и действительно так и есть, водители соблюдают и масочные режимы, и экраны, естественно. Достаточно долго нужно разговаривать про эту тему, да, почему и что. На самом деле я насчитал аж пять факторов, которые сейчас слились, в принципе, в то, что сейчас происходит. Ну, основным, конечно, как всегда, основная причина, как болезнь, да, обнажает вот самые такие острые моменты, и причиной основной, конечно, это коронавирус. Мы видим, да, что на улицах города, ну, давно уже нет латвийских компаний, коронавирус подкосил последних, да. Началось это, когда зашли иностранные компании, Panda, Bolt, Яндекс, и, как бы, мы и так оказались в числе проигравших. Ну, а сейчас, как бы, во-первых, коронавирус, что сделал? Когда были ограничения, люди не пользовались, да, так никуда нельзя было ехать, и никому никуда не надо было. Сейчас, естественно, все пытаются использовать тот момент, что сняты ограничения, и всем куда-то надо поехать. Одновременно, так сложилось, что государство, я не знаю, при попустительстве, или что, были приняты несколько законодательных актов, и вот в первых числах они вступили в силу, а именно это ограничение на работу, если ты не знаешь госязыка. И второй момент, налоговая инспекция захотела видеть в реальном времени, в онлайн-режиме, что происходит со счетчиком. И еще один фактор, что с первого числа на 25% выросли обязательные авансовые платежи по такси. Ну, и, соответственно, люди начали решать, что все-таки это слишком-слишком-слишком дорого для них, и у тех же, у службы доставки вообще ничего не надо, и очень много, порядка, там, 700 тысяч водителей просто ушли. — Да-да-да, ну, действительно, есть такая статистика, я столкнулся с ней, когда готовился к эфиру, в Латвии зарегистрировано около 6400 таксистов, год назад было на тысячу больше, да, вот подтверждение слов Алексея Игнатьева. — А скажите, не приведет ли вот это уменьшение количества, ну, вот, работающих таксистов к тому, что спрос превышает предложения, и вообще трудно будет, ну, такси станет такой элитарной услугой, то есть для только богатых людей? — Не, ну, с чего я начал, это, как бы, такси сейчас недооценено, да, то есть благодаря тому, что у иностранных компаний есть многомиллионные инвестиции, они могут позволить себе демпинговать. Латвийские компании, конечно, это не могут себе позволить, поэтому зачастую иностранные компании используют услуги гастробайтеров, и мы говорим сейчас о том, что гастробайтеры не могут работать, да, не знаю, естественно, латвийского языка, поэтому, как бы, рабочие, сейчас дефицит именно и рабочей силой, и машин, то есть здесь и владельцы таксопарков очень много думают над тем, поставить ли лишний раз лишнюю машину или нет, и водители также ограничены, то есть, вернее, ограничили количество водителей, а те водители, которые остались, они, как бы, думают, благодаря тем, что повышенный социальный, то есть социальный платеж, ты должен сначала в аванс унести деньги, чтобы получить вообще рецензию, а потом уже, возможно, ты заработаешь при этом вид, поставив эти устройства на счетчики, видит все в реальном времени, и зачастую, то есть только платит клиент, не платит клиент, но налоги ты все равно должен заплатить, даже если тебе деньги не поступили. А ужесточилось ли нормирование выдачи вот этих лицензий? Вы говорите, что было принято несколько актов. Да, то есть, если раньше, если раньше ты просто должен поставить, был галочку, что ты знаешь язык, то сейчас ты должен просто доказать это знание, именно показав документ. А благодаря тому же коронавирусу очных экзаменов не проводится, очных обучений не проводится, и многим людям, ну, достаточно действительно сложно и обучиться, и сдать этот экзамен. А свидетельствует ли все происходящее о том, что будут закрываться последние местные фирмы «Токси»? Ну, мы уже давно на улицах видим очень мало машин наших столпов, да, это и Рижского таксопарка, и болтик «Токси», то есть коронавирус, ну, мало того, что вот коронавирус подкосил их, ну, и последние, как бы, вот то, что произошло в первых числах, ну, совсем так, поставил под большой вопрос целесообразности оказывания услуги. Ну, будем справедливы или объективно, с точки зрения бизнеса, конечно, очень жалко, что местные компании закрываются, люди остаются без работы, но с точки зрения конечного потребителя, то есть клиента, который тоже, в общем-то, считает деньги, ну, какая разница, едет желтая машина, красная машина, со смайликом, без смайлика, с надписью «Болт», «Яндекс» или что-то еще? Вопрос в цене, цена становится главным фактором, как всегда? Ну, совершенно верно, то есть, ну, вот сейчас придется привыкать к тому, что… То есть спрос на много, на много раз, ну, по моим оценкам, раза в три превышает, но это бизнес, да, то есть, опять-таки, если мы говорим, а также про правила бизнеса, то есть, если не хватает машин, естественно, цены будут расти, и такси, да, возможно, превратится для кого-то в роскошь. А не придется ли тогда еще брать во внимание, что такси может приезжать, ну, с запозданием, то есть, если мало машин, если человек торопится, например, в аэропорт? Ну, за последнее время вы вообще, то есть, вы в том числе, как бы, и потребители столкнулись с тем, что, в принципе, невозможно заказать машину. То есть, мы уже давно не принимаем заказы на время, ну, естественно, исключая аэропорты, и когда людям действительно, то есть, необходимо, ну, вот, куда-то там на тусовки и так далее, но на время заказы не принимаются, потому что мы просто не можем гарантировать наличие машины. — А что происходит с теми фирмами, которые брали машины в лизинг? Вообще, подобно, еще практикуются, или это осталось в прошлом веке? — Ну, конечно, конечно, то есть, сейчас, ну, это тема для отдельного разговора, как структурируется бизнес-такси, то есть, первый — это агрегатор, диспетчерская служба, есть такси-компании, которые собственным таксопарком, есть отдельные водители, то есть, ну, рынок сейчас так структурирован, не как раньше, да, диспетчерская, таксопарка, сейчас это намного-намного сложнее система. — Ну, какие-то должны быть, да. — Поскольку цена маленькая, налоги большие, и правила получения лицензии сложные, мы, все это привело к тому, плюс коронавирус, конечно, привело к тому, что мы находимся там, где мы есть, то есть, есть для водителя нормальная альтернатива, это доставка, он уходит туда, там вообще ничего не регулируется. Зачем себе создавать сложности, даже если там чуть-чуть больше получишь, там, процентов на 20, если можно вообще, не зная ничего, ни языка, ни чего, заниматься просто перевозкой продуктов или же посылок. — С точки зрения владельцев бизнеса, ну, например, вас, есть ли какие-то решения, не знаю, например, обслуживания корпоративных клиентов, то есть, закрепить за собой несколько предприятий и заниматься извозом конкретно их работников? — Ну, как, мы страимся, конечно, то есть, это вообще единственное, да, что держал латвийские компании на рынке, но нам достаточно сложно конкурировать с иностранными, да, поскольку они все-таки предлагают дешевле, да, хоть мы и качественней, но вот, как вы заметили, что все-таки клиенты больше кошельком. — А не появятся ли какие-то вот лазейки обойти, я не знаю, законы, то есть, условно говоря, доставим пиццу вместе с вами в аэропорт, там, например? — Ну, это достаточно сложно, потому что контролирующие органы не спят, не дремлют, есть специальные контролирующие службы, которые делают, как бы, как сказать, фейковые заказы, да, и зачастую проверяют, то есть, очень-очень много контрольных закупок производится, ну, и тут больше, наверное, мы возвратимся к тому, что было там до 2005 года, когда рынок такси в Риге был ограничен количеством машин, и было порядка 600 машин бомбил просто, которые зеленые огоньки, и возвратимся в те времена, когда такси скорее быстрее будет, как бы, ручкой поймать, чем вызвать. — Ну, хорошо, а с точки зрения, опять же, местного бизнеса, вы с вашими местными коллегами обращались ли, не знаю, там, куда-нибудь с предложениями защитить местного, так сказать, производителя? — Ну, обращались, но не были услышаны, то есть, как бы, очень хорошо работает торговая палата у нас, да, то есть, мы следим за изменением законодательства, но мы предлагали давно уже ввести патент на услуги, ты покупаешь патент, за тобой не следить не надо, налоги заплачены, все довольны, но, к сожалению, это не удовлетворило. — Ну, а как аргументируют свои отказы? — По сложному пути. Ну, насколько я помню, Министерство благосостояния сказало о том, что, ну, тогда водитель не будет так сильно социально защищен, как сейчас, когда они все потеряли работу. — Ну да, как-то звучит нелепо. Все социально защищены, только работы нет. — Это мое мнение, но я так думаю, что если бы был принят патент, то тогда бы вот эти денежки, которые социальные взросы, Министерство благосостояния бы не получало, то есть, до них бы не доходили. — Иностранные компании, если останется этот рынок только вот в их руках, как это отразится на потребителей, и, в принципе, вот Александр говорил о том, что какая разница, на какой машине ехать, но, с другой стороны, ведь налоги-то уходят куда? Тогда прибыль уходит... — Конечно. Совершенно верно. Совершенно правильная мысль. То есть, налоги не остаются здесь. То есть, мы все знаем, да, какие из этих трех. То есть, панда украинская, Яндекс — это российский, и Болт — это эстонский. За ними стоят инвестиционные фонды, которые, ну, могут позволить какой-то убыток им, да. То есть, они уже там, уже там, за границей решают, насколько вообще целесообразно вести бизнес. Я так понимаю, что представительство в стране для них важно, и, то есть, как бы, когда ты переезжаешь, клиент, очень удобно для клиентов с одной стороны в другую, пользоваться одним и тем же приложением. — Ну, печальная история прозвучала в исполнении владельца Smile Taxi Алексея Игнатьева. Напомню, мы беседовали о том, почему в последнее время достаточно резко подорожали услуги такси. Алексей все по полочкам разложил, шаг за шагом, и мы, конечно, чуть позже все это перескажем в текстовом виде, в виде публикации на портале Микс Ньюс ЛВ. Благодарим Алексея Игнатьева. — Спасибо вам. — Хорошего дня. Держитесь, держитесь. Желаем местному бизнесу, конечно, выжить хотя бы. Господи, тут о развитии уже речи не идет, только о выживании. Хорошего дня, Алексей. — Да, ну, а в следующем часе нас ожидают разговоры о том, чем занять детей на летних каникулах, чтобы с пользой провести время. — Как там, помнишь, было у Петрова Ивасикина? «Зачем человеку каникулы? Затем, чтобы отдохнуть». — И как культурно развлечь самого себя. Вот у нас будет тоже такая культурная рубрика «Новый интересный проект. Представление таинственное Средневековье». Поговорим с его создателями. Радиоболтком